Твое радио Ирина, здравствуйте! Добрый день! Ирина, вот меня всегда интересует, как все начиналось, поэтому с такого вопроса я и начну нашу беседу. Как давно вы начали писать стихи? Я начала писать стихи где-то примерно в возрасте 35 лет. 35 лет? Ну это как-то довольно уже зрело. А раньше вы за собой такого не наблюдали, да? Вы знаете, нет, даже никогда не думала, не ожидала, что вдруг во мне откроется. То есть это было так спонтанно? Да, наверное. А вы ведь помните историю создания своего первого стихотворения? Помню и даже очень хорошо. Расскажите, пожалуйста. Была прекрасная зима, волшебные снежинки стучались в окно. И вечер. И было настолько красиво, что сложилось как-то само по себе. И я взяла и записала все, что чувствую. И вы прямо сейчас нам хотите зачитать это первое стихотворение, да? Да. Пожалуйста. Я его так и назвала «Снежинки». Снежинки сквозь закрытое окно постукивают звездами, стучатся. От ветра вьюжного не могут оторваться. Ладошки выставив под музыку зимы, вальсируют, кружатся. В восторге снежном улыбаются природе. Явления и чудо происходят по погоде. Очень интересно. То есть вас вдохновила сама природа, да? Да. На создание такого, скажем так, вашего первого шедевра. А на какие темы вы предпочитаете писать стихотворение? Есть что-то любимое или наоборот нелюбимое? Пишется мне о природе, пишется мне о каких-то душевных переживаниях, о каких-то эмоциональных всплесках. Пишется вообще о жизни, много наблюдаю. И потом как-то все это ложится на стих по-разному. Расскажите, а где-то вы уже выступали, да, со своими стихотворениями? Да. Пришлось мне выступить и в Доме культуры. Нашего города. Нашего города. Пригласил меня в Муз Альянс. Там была встреча поэтесс-литчины, где мы, женщины, только женщины, на 8 марта читали свои стихи. Выступала я на ярмарке талантов. Это где? Это проходила районная ярмарка. И на этой ярмарке тоже были представлены номинации. Жюри присутствовало. Номинации танца, песни, стихов и пантомимы. И вот в номинации стихов я заняла призовое место, привезла диплом. Чем очень горжусь. Еще бы. Это довольно, да, знаменательно для вас и, безусловно, приятно. Ирина, а какие поэты вам близки по духу? Вы знаете, мне близки по духу хорошие поэты. Но прежде всего это классика. Но больше я вот как-то склоняюсь к Лермонтову. И мне очень нравится Анна Ахматова. Была Ахмадулина очень нравится мне. Я как женщина больше понимаю и читаю стихи поэтов к женщинам. А было ли и какое-то такое искушение подражать вот таким великим образцам? Или этой проблемой у вас не было? Нет, я бы не сказала, что подражать. Я понимаю, что подражание – это не совсем правильная позиция. Но учиться, конечно, да. Скажите, а вам вообще легко писать стихи? Или бывают какие-то сложности в процессе написания? Вы знаете, я не могу сказать, что это легко или тяжело. Все зависит от обстоятельств, от мига. Раз на раз не приходится. Не приходится, не приходится. Вот возникает какая-то мысль, какие-то флюиды идут космические. Какое-то первое слово, ты за него цепляешься, за какую-то фразу. И развиваешь, да? Развиваешь. Потом сюжет этого стихотворения ты начинаешь видеть. Как бы видеть. Вот, например, многие слышат стихи, а я их вижу. Вижу живыми, вижу все действия, хотя, может быть, и неживые предметы, но я их вижу, что они делают, как они говорят, куда они ходят, что они чувствуют. А очень трудно дается концовка. Концовка, да, самое сложное. Да, концовка, она в стихах как бы итог подводит. Определяющая. Да, что ты хотел сказать своим стихотворением, что ты хотел выразить, какая главная мысль у тебя. Как в суде в басне, так и в стихотворении. Да, правильно вы говорите, да. А вот с чего начинается рождение стихотворения именно у вас? У меня начинается с какого-то внутреннего волнения. Я вот чувствую, что я начинаю не так себя чувствовать. Меня уже ничего не интересует. И где-то что-то я уже, разложив бумагу по всем местам дома и ручки-карандаши, я уже бегу записывать какую-то первую фразу. Чтобы только не упустить, да? Чтобы только не упустить. Иначе, если я не запишу, я могу через 5 минут не повториться. Ясно. Ирина, спасибо вам большое за откровение. Сегодня в гостях у твоего радио Ирина Бороздина, и мы продолжаем беседу. В 2015 году у вас вышел сборник с необычным довольно-таки названием и соли, сахара и перца. Почему он так необычно называется? Необычность в том, что я долго думала, какое название дать. Соль – это духовность человека. Сахар – это все сладкое в жизни, положительное, что нам очень и очень нравится. А перец – это такие негативные моменты в нашей жизни, которые бы нам не всегда хотелось решить. Это, кстати, ваш первый сборник или нет? Да, это первый сборник. То есть, я так понимаю, в нем как раз-таки включены стихотворения на разные тематики. Там есть и соль, и сахар, и перец, правильно? Да, там четыре раздела в этом сборнике. Сборник этот, свое слово сказал в нем, первое, член Союза писателей Белоруссии Владимир Гаврилович Васько на первой странице. Белоруссии, ознакомившись со стихами, вот, он написал отзыв, за что я ему очень-очень благодарна. Скажите, а какое стихотворение из вот указанного сборника вам нравится больше всего и почему? Мне нравится стихотворение о нас, о женщинах. О женщинах. О женщинах. Прочтите его нам. С удовольствием. Бываем всякими, разными, то очень красивыми, то распрекрасными. И добрыми бываем, и злюками, бываем щедрыми подругами. И верными бываем, и созидательницами, внимательными надзирательницами. Бываем мудрыми василисами, и часто хорошими актрисами, то лириками, то критиками. Бываем хитрыми политиками, бываем очень отзывчивыми. То слабо, то сильно обидчивыми, то сладкими, медовыми, ручными, то вольными птицами морскими. Бываем то смерчем, то вьюгой, то вспаханным полем, то лугом. Непредсказуемыми часто бываем. Порвем, потом долго сшиваем. Бываем всякими, разными, но не однообразными. Это точно. Спасибо вам большое. Вот все про нас. Так в жизни и бывает. А какой совет вы бы дали начинающим поэтам? Молодому поколению, которые призваны писать стихи, писать книги. Таким одаренным людям я пожелаю только талантов, предприимчивости, движущей силы и вечной молодости. Спасибо. Спасибо. Ирина, а что для вас в поэзии самое главное, самое основное? Самое основное в поэзии – это, наверное, честность в своем труде. И, наверное, донести мысль тоже очень важно и нужно. Да, правильно, потому что и мысль, которая не только, чтобы она была лично тебе понятна, но обязательно была понятна и читателю. А расскажите нам, пожалуйста, о ближайших ваших творческих планах. Ближайшие мои творческие планы, ну, я надеюсь, в 65 лет, возможно, если Бог услышит, издать второй сборник. С таким же необычным названием. С таким же необычным названием. Кстати, Ирина, ваши стихи публикуются в Лицкой газете, ведь вы являетесь участницей литературного объединения «Суквете», так? А как вы туда попали? У меня были очень хорошие друзья. Вот, это семья Редько. Они очень дружны с членом Союза писателей Беларуси Владимиром Васько. И Франц Таниславович Редько, и Владимир Гаврилович Васько, прочитав мои стихи, посоветовали мне обратиться к руководителю на нашему «Суквете», хитрону Олесу Вячеславовичу. Вот с этими стихами, со своими. Потому что, прежде всего, чтобы попасть туда, нужно показать свое творчество и что ты написал. Вот, прочитав эти стихи, а читал и Мельник наш, известный поэт Михася Иванович. Он был у нас в гостях. Да, вот, дали добро. Так я стала членом «Суквете», приходила к ним на заседание. Каждую неделю, каждую среду, в половине шестого в доме Тавлая обсуждались многие вопросы. И через год, в 2015 году, вышел в свет сборник. Благодаря именно этому объединению? Потому что я являюсь членом объединения «Суквете». Как хорошо. Вот это именно и то, что дало литературное объединение «Суквете» вам, да? Может быть, еще помимо этого что-то оно дало, поспособствовало чему-то? Поспособствовало тому, что я написала стихотворение и назвала его «При ком, при чем». При земле существует луна, а при солнце – земля. Звезды при небе, запах при хлебе, вера при Боге, подорожник при дороге. Муж при жене, облака при вышине. Дети при маме, окна при раме. Растения при огороде, страна при народе. При гении – неординарность. При проверке – фронтальность. При колокольне – звон. При болях – стон. Победа при спорте. Ракетка при корте. Корабли при морях. Ленты при якорях. При бане – банщик. При лжи – обманщик. При тепле – одуванщик. При отъезде – чемоданчик. При поэтах – дарование. При любви – очарование. А наши – суквете. При лицкой газете. Замечательная концовка. Самое главное, что в тему. Ведь как раз-таки мы сейчас и обсуждаем данное литературное объединение под названием «Суквете». Ирина, а что бы вы хотели пожелать как авторам, так и участникам суквете именно? Я хочу… Вот приближается 50-летие суквете. И я хочу пожелать им… Желаю творить и идти по дорогам, где странствия жизни отмечены Богом. Хочу обратиться ко всем участникам нашего суквете. Как много в суквете людей с родниковой душою. Огромную, чистой и звездно большою. И как хорошо с вами быть и встречаться, совместно творить и духовно общаться. Браво. Напомню, что сегодня в студии твоего радио побывала поэт и участница литературного объединения «Суквете» Ирина Бороздина. Ирина, я благодарю вас за увлекательную беседу и желаю вам новых творческих свершений. Спасибо огромное. А я желаю вашему объединению, чтобы вы каждый год получали на телевершение наши белорусские самые, во всех номинациях, все призы. Спасибо большое.